МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ 21+, программа новости. С итогами я, Ольга Володина. А пока коротко о главных темах. Очень много начинаний в Мурманске как раз благодаря предложениям наших почетных жителей. Беседа с теми, кто посвятил жизнь Мурманску. Почетные граждане встретились с главой города. Словно кадры из фильма ужасов. Отвернул из отпуска. У меня прямо в квартире на подоконниках они слоем лежали. В подъезде мурманской пятиэтажки поселились полчища канализационных мух. Расскажем, когда управляющая компания решит проблему. Холодная имандра, горячая вода с атомной станции. Это очень хорошо для сестра. Побываем на уникальной ферме и узнаем, когда будут доить рыб. Федеральное правительство утвердило дополнительные меры чтобы дать возможность независимым АЗС покупать их по рыночным ценам и снизить опасность монополии. К тому же правительство готово снять ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого под трубопроводу в морские порты, при условии, что не меньше половины будет оставаться в России. Напомним, этим летом цены на бензин стали резко расти по всей стране. В Мурманской области стоимость топлива за три месяца увеличилась в среднем больше, чем на 2,5 рубля для каждого вида. В сентябре рост продолжился. Например, дизель стал дороже еще на 1 рубль и 28 копеек за литр. Тем временем Минпромторг России предложил увеличить скидку на покупку электрокаров до 35% с октября этого года. Проект постановления предполагает, что в рамках действующей программы автокредитования скидка на экологичные виды транспорта вырастет с 25% до 35%, но не более 925 тысяч рублей. В сентябре «Автостат» отметил резкий рост продаж электромобилей в России. За 8 месяцев этого года рынок составил 7 тысяч единиц, что почти в 4,5 раза больше, чем за этот же период 2022-го. Для производства электромобилей необходим литий, увеличение добычи которого в нашей стране планируется организовать уже в ближайшие годы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании «Полярный литий» Игоря Демидова, во первую очередь горнообогатительного комбината на Калмазерском месторождении в Мурманской области должна заработать в 2026 году. Компания планирует запустить около 10% мощности ГОКа. Ввод в эксплуатацию всего комплекса планируется в 2030-м. Финансирование из федерального бюджета на строительство и модернизацию социальной инфраструктуры получат дальневосточные и арктические регионы. Вопрос рассмотрели на совместном заседании Президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В числе прочих дополнительные средства на следующий год получат зато Мурманской области. Выделены деньги на завершение строительства крытого бассейна в Североморске, здание корпуса начальной школы в Печенге и Дома культуры в сельском поселении Лакурти. За четыре месяца работы сотрудники фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» помогли почти тысячи человек. Оперативно решить удалось свыше 80% из более чем 13 тысяч вопросов. Цель фонда – создание комфортных условий для возвращения к мирной жизни участников СВО и оказание помощи семьям бойцов. Наиболее частые обращения связаны с оформлением статуса ветерана боевых действий – денежными выплатами и льготами. Родственникам военных здесь оказывают квалифицированную психологическую и юридическую помощь. Подобран профессиональный коллектив. И самое главное, на мой взгляд, они душевны, они сопереживают, сострадают, потому что без этого нельзя работать в таких фондах. В подъезде дома на Чумбарова-Лучинского в Мурманске поселились непрошенные гости. Уже пятый месяц жильцов терроризируют полчища канализационных мух. Насекомые облепили стены, двери и даже прописались в почтовых ящиках. С просьбой о помощи северяне обратились к нам в редакцию. В подъезде 32-го дома на Чумбарова-Лучинского в Мурманске можно проводить экскурсии для начинающих энтомологов. Большое поле для изучения бабочниц или, как их еще называют, канализационных мух. Целая колония живет здесь все лето и продолжает разрастаться. Они везде – на стенах, дверях и даже в почтовых ящиках. Вернулись с отпуска, у меня прямо в квартире на подоконниках они слоем лежали. Это просто как с фильма ужасов самое настоящее. Как у меня подружка заходила и сказала, что ты живешь в каких-то трущобах. Представляете, в наше время в Мурманске и вот таких подъездов надо еще поискать. В подъезд неприятно входить даже взрослым, а дети вообще пробегают с криком, рассказывает Наталья Бессарабова. Насекомые, конечно, появились не без причины. Бабочницы любят влажную среду и гниль. Все это в избытке в подвале. С подвалом проблема. Ну, я здесь живу с апреля 2019 года и она сохраняется все это время. Зимой это парение невероятное просто, постоянный аромат. Тоже прекрасный просто в подъезд, когда заходишь. Почему все лето люди мучились с насекомыми, в управляющей компании объяснили так. Все силы бросили на подготовку к отопительному сезону, не было свободных мастеров. Дезинсекцию проводили, но пока подвал сырой, это бесполезно. Подвал наполняется, когда труба запивается. Но мы сейчас каждый день ездим туда, то есть там залития нету, там остаточное. Вот. В понедельник все это выкопается, труба поменяется и все. После того, как будет заменена труба, будет проведена дезинсекция. Уже запрос послан, документы есть, все оплачено. Министерство Гожилстройнадзора держит ситуацию на контроле. Чем закончится история, мы расскажем в нашем эфире на следующей неделе. Лада Егорова, Станислав Евглевский и Павел Третьяков, ТВ21+. В Манчегорске состоялось общее собрание Ассоциации управляющих организаций многоквартирных домов Мурманской области. Что обсуждали и о чем договорились жилищники, расскажут наши коллеги Юлия Барабана и Александр Николаев. Один из ключевых вопросов – старт отопительного сезона. В этом году теплая погода позволила начать его позже обычного. Запускались по-разному один из лидеров – Манчегорск. В этом году у нас очень хорошо запустился Манчегорск. То есть у нас на сегодня, прямо в сегодняшнем мониторе, ноль заявок в работе горячей линии. Но, например, при этом было повышение, например, по городу Апатиты. И именно связано с пробными топками то, что мы обсуждали. Пробные топки – финальный аккорд подготовки к отопительному сезону. А есть предложение сделать его частью процесса подключения тепла. Отопление запускали в этом году не везде гладко. Не обошлось без аварий. В Никеле, к примеру, ЧП на водоводе заставило на время приостановить подачу тепла. Ресурсники, подрядчики и муниципалитет очень хорошо отработал. Потому что, несмотря на то, что действительно сутки были проблемы, ну то есть вообще отопления не было, но на самом деле у нас было мало обращений. То есть люди были проинформированы о том, что да, есть такая ситуация, но она сейчас, на нее брошены все силы, максимально быстро будет устранена. Это важно. Тепло в квартирах – ответственность жилищников и коммунальщиков. Но в проблемах, увы, далеко не всегда можно винить только их. В этом плане мы, конечно, всегда призываем жителей все-таки подумать о том, что каждый ваш долг, недоплаченный рубль – это значит недоремонт дома, либо невозможность ресурсника полностью реализовать свою инвест-программу. То есть в том же случае, как мы говорим, замена сетей требует больших ресурсов. И без оплаты, конечно, это не получится. К примеру, по данным Мурман, энергосбыт на начало сентября жители никеля из-за полярного задолжали за уже потребленную тепловую энергию более 450 миллионов рублей. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегорск. Вы смотрите новости на телеканале ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. Самый высокий знак признания заслуг перед столицей Заполярия – звание почетного гражданина города-героя Мурманска. В преддверии празднования Дня города глава Мурманска встретился с теми, кто внес исключительный вклад в развитие города. Встреча с почетными гражданами – добрая традиция по случаю годовщины города. Людмила Владимировна много лет посвятила педагогике. Четыре года представляла интересы региона Верховном Совете Российской Федерации. Позже работала проректором Мурманского вуза. А в середине 90-х вместе с учеными и педагогами создала ряд учебных пособий «Мой Мурманск». Думаю, я в интернете посмотрю, что там говорят про наш «Мой Мурманск», которому скоро четверть века этим учебникам исполнится. Смотрю, какой-то там под ником код пишет. Вы знаете, какая книга была в моем детстве? Это «Мой Мурманск». Это моя любимая книга. Нам во втором классе ее раздали. Надо вот использовать этот наш опыт, но надо уже переделать с учетом новых практик, технологий. Звание «Почетный гражданин города-героя Мурманска» учредили в 1974 году. Его присваивают тем горожанам, кто проработал в Мурманске не менее 25 лет и внес большой вклад в развитие города. Большое количество предложений, очень много начинаний в Мурманске как раз благодаря предложениям наших почетных жителей. Это не всегда хвалебная речь. И это замечательно, потому что на самом деле людей с их опытом надо слушать и записывать. С 70-х годов звание получил 81 человек из всех сфер деятельности. Моряки, преподаватели, строители, врачи и работники культуры. Евгения Гречуха, Станислав Евглевский, ТВ21+. В воскресенье профессиональный праздник отметят работники сельского хозяйства. Сегодня их поздравили в Кольском районном центре культуры. В этот день принято чествовать не только самих фермеров, но и ученых аграриев, специалистов пищевой промышленности, перерабатывающих и животноводческих предприятий. В октябре сезон подходит к концу и осень. Самое время подвести итоги года. Самые талантливые и выдающиеся коллективы поздравили глава Министерства природных ресурсов, глава администрации Кольского района и заместитель губернатора Мурманской области. В Кольском заполярье фермерство активно развивается в последние десятилетия. Несмотря на все трудности, у нас выращивают коров, кур, песцов, лошадей и даже страусов. А еще на имандре открыто единственное заполярным кругом осетровое хозяйство. Круглый год там, в открытом водоеме, выращивают рыбу. В эти дни работники компании осматривают все поголовье. Зачем узнала Александра Клепцова. Взрослая самка осетра сильна настолько, что в одиночку ее не удержишь. А зафиксировать рыбу нужно накрепко, хотя бы на пару секунд, пока узист не проверит брюшко. Самка на четвертой стадии зрелости икра. Ну и забираем весной, будем доить. В полярнозоринском хозяйстве икру можно собирать дважды в год, весной и осенью. Все благодаря уникальному расположению фирмы в канале Кольской АЭС. Теплые воды со станции нагревают губу молочная. Летние температуры до 26-28 градусов и также зимняя температура воды. То есть она нижняя, 8 градусов не опускается. Это очень хорошо для осетра. Никита Абрамов прежде работал в Астрахани, Карелии и Сосновом Бару. Год назад перебрался на север. И с тех пор каждый день проводит у садков. Даже уезжая в отпуск, он держит телефон рядом. Ведь в любой момент могут позвонить из хозяйства. Это приятно в какой-то даже смысле. Да. Это значит, что в тебе заинтересованы. И что без тебя не могут обойтись. Это приятно. Это как бы и неприятно, и приятно. Двоякое ощущение. Любимое время главного рыбовода – подведение итогов сезона. Подсчеты, сколько веса набрали подопечные, как подросли мальки. Для этого существуют особые методики и коэффициенты. И чем они ниже, чем здоровее рыбы, тем счастливее их теолог. Есть здесь и рекордсмены. В этом садке живут рыбы, которым около 15 лет. Но если присмотреться, можно заметить одну со светлым носом и светлым пятном на плавнике. Эта девочка практически моя ровесница. Она вылупилась в 99-м году. И, кстати, до сих пор дает икру. За последний год в Заполярье производство аквакультуры выросло практически на четверть. По данным Росрыболовства, сейчас регион занимает второе место в стране по этому показателю после Приморского края. Александра Клепцова, Станислав Евглевский, ТВ21+. Победители конкурса «Билет в Арктику» отправились в научную экспедицию по Кольскому полуострову. Целую неделю они будут знакомиться с уникальной природой Заполярья и посещать передовые научно-производственные объекты партнеров конкурса, в числе которых компания «Норникель». Один день насыщенной программы был посвящен Кольской ГМК в Манчегорске. Знакомство с городообразующим предприятием началось с корпоративного университета. Участникам экспедиции рассказали о компании «Норникель», о территориях ее присутствия, производственных процессах и проектной деятельности. Наша компания присутствует, конечно же, в Арктике практически полностью, и мы заинтересованы в том, чтобы привлекать сюда новые таланты с хорошими идеями, потому что проектов у нас очень много здесь реализуется. Чтобы победить в конкурсе «Билет в Арктику», его участники представили проекты, которые посвящены приоритетным направлениям изучения и освоения северных широт. Среди них создание специальных беспилотных летательных аппаратов для мониторинга экологической ситуации и составление гидрографических карт белых пятен северных морей с использованием эхолокаторов нового поколения. Проект студентки Московского государственного университета управления Варвары Черкасовой – фестиваль моды и искусства, объединяющий экологию и культурный ход Севера. Я учусь на урбанистах все-таки. Мода для меня больше хобби. Я прям подумала, что хотела бы посетить ваше агентство по развитию городов, потому что большой потенциал. Мне кажется, у вас очень крутые сообщества локальные. Я бы хотела с ними поработать. А Данила Калиникин создал проект интеграции алгоритма машинного обучения и биотехнологий для устранения загрязнений в нефтегазовой отрасли. Участие в научной экспедиции для него – стимул для продолжения научной карьеры. Для меня любое производство, любой центр IT-компетенции – это пища для размышлений, потому что я вижу, что происходит, я вижу те нюансы, те пути, которые другие люди не замечают и которые можно улучшить, можно туда интегрировать различные. IT-технологии также, алгоритмы машинного обучения. Чем, кстати, Нурникель еще занимается активно, я это заметил, прям очень круто. Прежде чем отправиться на реальное производство, ребятам показали ЛИН-лабораторию. В ней представлена модель технологического процесса электролиза никеля. Флотационная машина, трубчатая печь, шаровая мельница, оборудование в миниатюре. Ко всему этому есть документация, то есть для тех, кто хочет изучить процессы более глубоко, они могут ознакомиться, рассмотреть, то есть вплоть до того, какие химические процессы внутри происходят. Экскурсия продолжилась на производстве. Студенты лучших вузов страны, молодые научные сотрудники, получившие заветный билет в Арктику, увидели, как получается конечный продукт – товарный никель. Мы при полном обмунировании, очень высокий уровень защиты, это не может не радовать. Производство меня впечатлило, потому что одно дело, когда ты сидишь, решаешь эти задачи на электролиз, на эти пластинки, другое дело, когда ты доведешь реальности. И что меня еще удивило, на самом деле процесс оказался не таким сложным. Как я изначально думал. Конкурс, который дал возможность побывать на реальном производстве, проводился автономной некоммерческой организации «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России. В графике получивших билет в Арктику – знакомство с работой кировского филиала АО «Апатит», Кольской АЭС, атомными ледоколами, посещение Мурманского арктического университета и других объектов. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегорск. Мурманск выбрал лучший детский сад. Учреждение представит город на следующем этапе конкурса. Тема соревнования в этом году – сообщество профессионала для развития каждого. Как воспитатели обыграли ее в своей работе и за что победитель получил первое место, расскажем в сюжете. Но все, что создано умом, талантом, руками людей, берет свое начало в педагогике. Конкурс «Лучший детский сад Мурманской области» ежегодный. Летом состоялся его муниципальный этап. 23 дошкольных учреждения представили на суд-жюри учебные программы и организационные решения. Каждый детский сад в городе имеет свое лицо. Это связано с тем, что воспитатели сами определяют дизайн детского сада, вкладывают душу в свой детский сад. Победу присудили 123-му детскому саду. В прошлом сентябре у него открылся второй корпус на улице Достоевского. Штат пополнился сразу десятью специалистами. Это была сложная задача – найти каждому наставника. Ведь именно год наставника в этом году. Но мы справились и создали свою уникальную систему. Сопровождение не только одного наставника, а сопровождение команды. Например, у нас в команде есть специалисты, которые сопровождают по внедрению эти технологии. Еще одна награда, которую получил детский сад – первое место во всероссийском конкурсе «Профессионалы. Гордость России». Александр Клебцов и Павел Третьяков, ТВ21+. Из камерного форума в масштабный литературный проект. В Мурманске в 13-й раз стартовал Всероссийский фестиваль поэтической песни и литературы «Капитан Грей». В этот раз он собрал около 500 заявок. А в Заполярье приехали более сотни человек из разных регионов страны. Это молодые писатели и именитые поэты и прозаики. Почетным гостем стал Александр Шаганов – автор слов знаменитых песен группы «Любе». Я почувствовал, что в этом какой-то силы, что ли. Не могу даже это объяснить. Так всего одна книга может воодушевить человека, проявить свою творческую натуру. Для Тимура Керимова судьбоносным стало произведение «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. После прочтения 17-летний юноша начал писать прозу. Позже увлекся раскрытием характеров через диалоги и направил свое перо на драматургию. Мне нравятся реалистичные варианты. Несколько бытовые сюжеты, но меня никогда не цепляли. Какие-то фантастические, фантазмагорические вещи. Мне нравится писать о жизни, о том, какие люди на самом деле. Тимур Керимов пока в начале творческого пути. На Всероссийском форуме фестиваля «Капитан Грей» у молодого драматурга, как и у других участников, есть возможность перенять опыт у прославленных поэтов и писателей. В большой масштаб будут обучающие семинары, будут экскурсии по области. Едем в Териберку, едем в Колу, едем в Самскую деревню. То есть показываем наш край для молодых литераторов, которые потом, возможно, будут писать о нашем крае. В этом году впервые провели большой образовательный форум для работников культуры нашей области, кто занимается литературой. Фестиваль традиционно собрал около сотни талантливых прозаиков, поэтов и авторов-исполнителей со всей России. Хедлайнером мероприятия стал Александр Шаганов, автор известных эстрадных песен. Знаменитую «Выйду ночью в поле с конем» группы Любе написал именно он. В русском языке есть все. И это язык, который объединяет наши народы. Как его за это не любить? Но мы зачастую так вот, знаете ли, с ним так вот, знаете ли, вот сейчас вот уже рифмуют по последней букве. Там жара никогда, ну я песни слушаю, там что-то еще, там ритмика такая шалит. Понимаете, вот технологии выросли. Технически записывают студии хорошие, вокалисты прекрасными голосами. А песен и поэзия, как будто бы ее оставляют вот так на потом. Об этом и не только будут говорить участники фестиваля еще несколько дней. 13-й «Капитан Грей» завершится 8 октября. Лучшие авторы получат рекомендации на участие в других всероссийских фестивалях страны и будут опубликованы в известных литературных журналах. Элина Шагенова, Максим Кравченко, ТВ21+. В Мурманске после реставрации открыли музейно-выставочный центр МЧС. Таких масштабных работ пространство не видело более 40 лет. В этом году музейно-выставочному центру галереи безопасности Мурманской области исполнилось 40 лет. За это время некоторые из экспонатов утратили первоначальный внешний вид и актуальность. О каких-то появилась новая, более достоверная информация. Поэтому совсем недавно было решено провести реэкспозицию музея. Помимо технических вопросов, это электропроводка, освещение и прочее, требовалось замены. Приведение в более безопасное состояние – это освежение многих стендов. Теперь любой желающий может более подробно узнать об истории пожарного дела в Заполярье. Профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций в системе РСЧС Мурманской области. Стало известно, когда стартуют губернаторские елки. Информация об этом появилась на сайте областного правительства. Начать традиционный марафон представлений планируют 14 декабря. Зрителей ждет яркое шоу в Ледовом дворце. Гостями представлений станут юные северяне от 7 до 14 лет. Это ребята, которые отличились в общественных и культурных делах, достигли высоких результатов в спорте и научно-исследовательской деятельности. Приглашение получат дети из многодетных семей из разных уголков Мурманской области. Кроме того, в декабре в гастрольный тур по региону отправятся коллективы областного театра «Кукол» и драматического театра. Представят юным зрителям яркие новогодние спектакли. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем ютуб-канале. Телефон редакции – 400-870. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. По данным Мурманского гидрометцентра, завтра в Кандалакше плюс 2, плюс 4 дождь. В Умбе также возможны осадки – около 4 градусов со знаком «плюс». В полярных зорях дождливо – до плюс 4. В Апатитах – переменная облачность, возможны осадки. В Кировске – плюс 2, плюс 4 дождь. В Кавдоре также возможны осадки – около 2 градусов выше нуля. В Манчегорске будет дождливо – плюс 2, плюс 4. В Лавозере – переменная облачность, осадков не ожидается. В Оленигорске – также без осадков – плюс 2, плюс 4. В Никеле – плюс 1, плюс 3. В Заполярном – до плюс 3, без осадков. В Североморске – дождя не ожидается – плюс 1, плюс 3. В Столице Заполярья – до плюс 3, без осадков. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова